На этой неделе стали известны имена победителя окружного конкурса «Семья года». В номинации «Семья-хранитель традиций» лучшими были признаны Леонид и Галина Михеевы из деревни Вижас. Их семье более полувека. Секреты счастливой жизни золотой пары узнала Любовь Пермякова. Уже из этой родословной мы выбрали свою линию. Наша ветвь присоединила сюда мамину ветвь и у нас получилась своя родословная. Нелли Насонова показывает свою родословную, предки которой с 17 века проживали в деревне Вижас. Кроме древа жизни у этой семьи есть и еще одна реликвия. Когда я вот эту летопись составляла, я искала биографии каждого, кто у меня родословно есть, всех летопись, какая у них была биография, что у них за жизнь была. А жизнь была интересной. Биография некоторых членов семьи могла бы стать основой литературного сюжета или художественного фильма. Дело в том, что прабабушка Нелли Леонидовны Мария Кокина, родом из верхней пёши, была дочерью заядлого картёжника. Однажды в мизене он проиграл всё, что у него было с собой, даже коня с упряжкой и с санями. Один зажиточный крестьянин, Иван Кокин, воспользовался ситуацией и вызвался довезти его до дому. А тот за оказанную услугу пообещал отдать в жёны старшую дочь Анну. Когда Анна узнала об этом, то рассказала своему жениху, и они назначили день свадьбы. Отец свадьбу решил не отменять, благо в доме ещё одна дочь на выданье Мария. Так и жила Мария с нелюбимым. Но эта история скорее исключение, ведь в этой семье с многовековыми традициями всё держится на любви. Пример тому родители Нелли Насоновой, Леонид и Галина Михеевы. Недавно они стали победителями окружного конкурса «Семья года» в номинации «Семья-хранитель традиций». Прожили мы 53 года, вот с дедушкой. Слава Богу, я говорю, ещё бы я столько пожила. Ни разу меня не ругал, не оскорблял. И дети у нас добрые, и братья у них все, и сёстры все добрые. Я прекрасно вообще жизнь так прожила. История этой семьи началась в 1963 году. Молодая и красивая Галина из деревни Снопы приехала работать продавцом вижаст. Её сразу заприметил местный парень Леонид Михеев. Когда приехал, сразу видел, только что после подошёл, как сказать, а не сразу. А вы где работали? А я работал в механизации. Я всю жизнь, когда я прожил в механизации. 30 лишним лет я работал. Как с армии пришёл, электрификация началась. И вот сначала, да, вообще ничего, сначала всю эту светлую жизнь делать. Он сделает светлую жизнь не только в колхозе, родной деревне, но и у себя в семье. Леонид Владимирович вместе с супругой вырастили троих детей. Сейчас у них пять внуков. Есть правнучка. Вы вот счастливый человек? Как вот? Ну, не знаю, как сказать. Ну, повезло с женой, с детьми, со всеми повезло. Ну, думаю, что вообще-то везло меня в жизни. Пусть, хоть трудности ещё пора были, но хорошо. Всё нормально. Дети нормальные, что надо, всё хорошо. Не, так нравится, я-то хорошо прожила. Не знаю, как ты, я-то хорошо прожила.